Продолжение следует... Запуск прошел штатно. Через двое суток прогресс в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Космический грузовик доставил 2,5 тонны грузов. Среди них полторы тонны различного оборудования и материала, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для вне корабельной деятельности, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа. Также прогресс доставил 560 килограммов топлива до заправки, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха в баллонах. По плану корабль прогресс МС-18 пробудет в составе Международной космической станции до весны 2022 года. Отметим, что это был уже 18-й российский космический запуск в этом году. Роскосмос приступил к финальному этапу формирования окончательного облика российского сегмента Международной космической станции. В ближайший месяц к МКС будет запущен «Причал». Это универсальный узловой модуль, созданный в ракетно-космической корпорации «Энергия». Сейчас на Байконуре идут заключительные проверки ракеты-носителя «Союз-2.1б» и транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс-МУМ». Старт намечен на 24 ноября в 16.06 по московскому времени. Предполагается, через несколько суток после старта узловой модуль будет состыкован с гермоадаптером-модулем «Наука». На днях Роскосмос представил эмблему миссии. Кроме пятигранной структуры «Шеврона» можно заметить специальную окантовку, которая символизирует пять стыковочных узлов для причаливания российских пилотируемых и грузовых кораблей. В России продолжается перепись населения, в которой приняли участие и космонавты Роскосмоса – Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Сейчас они работают на орбите. Перепись населения проводится в Российской Федерации каждые 10 лет. Изначально она должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии ее сроки сдвинулись. Местные власти могут на основе данных переписи понимать, в чем есть потребность в том или ином населенном пункте, где нужны школы, где нужны высшие учебные заведения, где нужны рабочие места, где нужна транспортная инфраструктура для того, чтобы люди могли добираться из дома на работу и так далее. Ответить на вопросы можно до 14 ноября лично переписчику, либо онлайн на госуслугах. 4 ноября в Институте медико-биологических проблем стартует третий этап международного проекта Sirius. Это 240-суточный изоляционный эксперимент, воспроизводящий перспективную межпланетную экспедицию. Выход за орбиту Земли, перелет до условной планеты, поиск места приземления, посадка экспедиционного модуля, пребывание на орбите для выполнения операций по приему транспортных кораблей и по дистанционному управлению робототехническими средствами для строительства базы, а затем возвращение на Землю. В экипаже Sirius 2021 шестеро добровольцев, трое россиян, двое американцев и один представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Объединенных Арабских Эмиратов На космодроме Восточный продолжается монтаж системы хранения и выдачи сжатых газов для подготовки ракеты-носителя семейства «Ангара». Массивные баллоны массы более 4 тонн и длиной свыше 6 метров предназначены для приема, хранения и выдачи воздуха, азота и гелия. К данному моменту на космодроме уже установлено 1188 баллонов. Работа по монтажу баллонов планируется завершить к концу этого года. Специалисты НПО «Энергомаш» отправили ракетный двигатель RD-171MV в ракетно-космический центр «Прогресс» для сборки в составе первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5». RD-171MV — самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель, в котором в качестве компонентов топлива используются керосин и кислород. На космодроме Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя «Союз-2-1А», который выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союзом С-20». Ее пуск запланирован на начало декабря со стартового комплекса «Восток». Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командир основного экипажа — герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, в активе которого две экспедиции на МКС. Вместе с российским космонавтом в основном экипаже — участники космического полета из Японии, президент корпорации StartToday Юсаку Мэйзава и его ассистент Йоза Хирану. Детекторы российского телескопа «Артекси» имени Павлинского, астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» зарегистрировали четырехкратный рост фонового рентгеновского сигнала. Это было вызвано серией самых мощных за последние годы солнечных вспышек. Последующие за этим ударные волны солнечного ветра были заранее спрогнозированы учеными, что позволило подготовить космический аппарат для работы в неблагоприятных условиях. В наступившем периоде максимума солнечной активности ученые предполагают значительное увеличение числа таких вспышек. Возможность их ранней регистрации и оперативного оповещения в будущем может сыграть ключевую роль в предотвращении чрезвычайных ситуаций в околоземном пространстве и на Земле. Уникальный эксперимент «Вампир» по выращиванию кристаллов в космосе подготовлен в Научно-исследовательском институте стартовых комплексов имени Бармина. Научная аппаратура состоит из технологического блока, блока управления и пульта управления. Весь процесс реализуется в технологическом блоке. Специалисты НИИСК разработали установку МЭП-01, которая в настоящее время находится в многоцелевом лабораторном модуле наука российского сегмента МКС. В установке будут выращивать кристаллы из специальных сплавов. Полученные в космосе образцы планируется использовать в микроэлектронике и медицинской технике, а также в компьютерных томографах. Когда вы начинаете плавление и кристаллизацию в космосе, у вас, во-первых, все превращается в сферу. Потом, если вы обрабатываете стенки тигля, ну, например, графитом граффитизируете их, и к стенке к ним не прилипает этот расплав, то никакого дефекта не будет. То есть будет свободный рост кристалла. Это возможно только в условиях невесомости. В Гвианском космическом центре начались работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-СТ» с космическими аппаратами Европейской навигационной системы «Галилео». «Союз» в Гвианском космическом центре — международный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. В рамках реализации проекта специалистами «Цинки» в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей семейства «Союз-СТ». Первый пуск российской ракеты с экваториального космодрома состоялся 21 октября 2011 года. С тех пор «Союзы» успешно стартовали с этой заморской площадки 25 раз. На Байконуре завершились операции по заправке космического аппарата «Экспресс-АМУ-3» компонентами топлива и сжатыми газами. Спутники серии «Экспресс» изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи в ГУП «Космическая связь» в интересах Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций России. «Экспрессы» предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-АМУ-3» и «Экспресс-АМУ-7» запланирован в декабре текущего года со стартового комплекса площадки номер 200 космодрома Байконур. Президент группы компаний «Базис» Александр Белович посетил объекты космического ракетного комплекса «Бейтерек» на космодроме Байконур. Вместе со специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры он обсудил вопросы развертывания проектных и строительных работ по созданию наземной космической инфраструктуры для подготовки ракеты-носителя «Союз-5». 3 ноября 1997 года космонавты Анатолий Соловьев и Павел Виноградов совершили выход в открытый космос длительностью 6 часов 4 минуты, во время которого выполнили большое количество технологических операций на внешней поверхности комплекса «Мир». Кроме этого, в честь 40 лет запуска первого искусственного спутника Земли космонавты вручную запустили его уменьшенную копию, созданную школьниками России и Франции. На борту спутника находился радиопередатчик, который вещал в радиолюбительском диапазоне частот. Спутник-40, так назвали аппарат, проработал на орбите 55 дней, на 30 дней больше своего знаменитого прототипа. Надо отметить, что для космонавта Анатолия Соловьева этот выход стал тринадцатым в его космической биографии. Всего за пять космических экспедиций он совершил рекордные за всю историю пилотируемой космонавтики 16 выходов в открытый космос. Дорога к центру галактики. Автор снимка Майкл Абрамян сфотографировал центральную область Млечного пути в долине монументов в США. В небе пылевые волокна, которые поглощают свет звезд. Вверху можно увидеть туманность Лагуна, трехраздельную и другие объекты. Туманность Летучая мышь NGC 6995 в восточной части туманности Вуаль созвездия Лебедя. Это облако – остаток финального взрыва сверхновой звезды. Объект удален от нас на 1400 световых лет. Снимок сделан с узкополосными фильтрами, пропускающих свечение атомов водорода и кислорода. Автор снимка – Говард Троттер. Краби, Приморье, сентябрь 2021. Красивый берег каменной сказки. Давным-давно здесь кипела вулканическая активность. Слева на небе видны планеты Юпитер и Сатурн. Автор – Антон Комлев. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobakotvroskosmos.ru и до следующей космической среды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok